Почти 6 тысяч фанатов пришли на матч Шериф Зимбру. Наша команда устроила настоящий праздник футбола. Фудкорт, шоу байкеров, выставка ретроавтомобилей, фан-зона с конкурсами и не только. Так разогревали болельщиков перед игрой. Футболисты тоже были под стать, подарили настоящее шоу с красивыми голами. Подробности прямо сейчас. Атмосфера перед матчем Шериф Зимбру. Играет громкая музыка, у людей хорошее настроение. Желто-черные пока идут без единого поражения в Суперлиге Молдавии. Зачем тебе эта штука нужна? Ну, чтобы в соционе чуть-чуть громче было и команду, чтобы она лучше играла. А это поможет, думаешь, команде? Да. А почему? Будешь слышать поддержку? Ага. Как будешь дудеть, покажи сейчас. Ааааа! Перед матчем можно успеть на выставку авто. От ретро-Фольксвагенов до Жигулей. Всего около 20 машин. Это ласточки автомобилистов из трех клубов. Приехали и байкеры. Поддержать команду и зарядить на победу. Мы ездим с флагами, с атрибутика ездим. Приезжаем на матчи. Так и поддерживаем. У нас очень напряженное лето в плане мероприятий, вызов постоянных и по Приднестровью, и за территорию Приднестровья. У нас наконец-то есть время. Это осень, когда мы более-менее предоставлены просто себе. Поэтому как смогли, вот и приехали. После разогрева на трибуны. Туда выстроилась очередь, как в былые времена. Увидеть очередную главу одного из самых принципиальных противостояний в молдавском футболе пришли 5820 человек. Это не рекорд. Но все равно красивое напоминание о прошлом. Давно такого не видели. Вот за моей спиной почти вся трибуна, а с той стороны поля забито битком. И даже открыли противоположную эту трибуну для того, чтобы люди там сидели. Для меня большая радость в том, что очень много болельщиков сегодня присутствовало и поддерживали нас в таком матче, как дерби, классика молдавская. И я уверен, что мы сегодня порадовали их красивой игрой. Для нас это важно, потому что они приходят и мы им дарим такие красивые матчи. Трибуны взорвались еще перед матчем. Седрик Бадола получил футболку с номером 100. Так клуб поздравил свою десятку с юбилеем. 100 матчей в форме шерифа. Юбилейным сотым матчем для Бадола стала игра против Петрокуба. О себе Бадола заставил говорить и на поле. Вот такой красивый гол он забил. А после побежал праздновать с фанатами. И это был уже четвертый мяч шерифа в этой невероятной игре. Во время игры я полностью сконцентрирован. Мне хочется помочь команде. Нет времени долго думать. Просто решился на этот удар и забил. Я рад, что получилось. Хорват Мислов Караглан смог подобрать нужные слова на русском. Я рад, что он сегодня забил гол. Фантастический. А гол фантастический? Фантастический. Бадола еще и голевую передачу записал на свой счет. С углового отправил мяч прямо в голову Папе Яде. Так шериф открыл счет в матче. Еще за шериф забивали Владимир Мамучишвили и Серил Баяло. Зимбру ответил двумя. Вот этот гол бытки вышел почти таким же красивым, как у Бадола. Еще у кишиневцев гол забил Жуао Паулинио. Брат-близнец игрока шерифа Жуао Пауло. Да, они снова играли друг против друга. Классный матч. Шериф побеждает 4-2 и продолжает беспрокружную серию в Суперлиге Молдавии. Очень хорошая атмосфера. Много людей приходило. Я рад, что их не разочарали. Это очень важно. Думаю, доиграли быстро. Сегодня очень хороший ритм, ритм игры. И я задовольный сегодня. На следующей неделе шериф отправится в Аргеев в гости к старому знакомому Игорю Пикущаку и его Милсами. А футбольный праздник вернется на главную арену 9 ноября. Желто-черные сыграют последнюю домашнюю игру в этом году. Родному стадиону шерифа похоже снова по душе аншлаги. Продолжение следует...